Так, друзья мои хорошие, быстрый апдейт по рынку, на самом деле я хочу сказать, что обязательно добавляйтесь в команду CryptoCommons на крупнейшем турнире WSOT от Bybit, на котором мы участвуем, ребята, откупаем просадочку, ждем To The Moon и забираем профиты, ссылка в описании, обязательно переходите и добавляйтесь. Так, друзья мои хорошие, быстрый апдейт по рынку, на самом деле я хочу сказать, что очень неплохо мы отскакиваем, локальная картина, посмотрите, паттерн, ковш большой медведицы я это называю, потенциально, опять же, ничего не гарантированно, дисклеймер не финансовый совет, но потенциально мы можем не дойти до моих целей коррекции, последних, которые я озвучивал вам, это 28300 и 27500, это, соответственно, 05 и 061.8 уровень FIB отсюда, но еще раз вам говорю, можем туда не дойти, кстати говоря, тем более, что если взглянуть на FIB под вот таким углом, то мы уже, как бы, на самом деле, дошли до 05 и до 061.8, если считать импульсом вот это, например, поэтому тут по-разному можно взглянуть и натянуть сову на глобус, друзья, так что еще раз говорю, если вы шортите или находитесь вне рынка, то как минимум, чуваки, обезопасьте себя тем, что вы хотя бы на споте или частично в ракете, потому что это может развернуться в любой момент, что, собственно, я и ожидаю, ребята. Вот у нас тут есть нисходящее сопротивление на 30 минутках, которое мы прямо сейчас тестируем, есть вот у нас это двойное дно с понижающимся объемом, соответственно, это деверочек по объемам. Короче, похоже, все это на ложный закол и что скоро to the moon, друзья, потому что глобально, я понимаю, что мы только-только развернулись из медвежьего рынка и оттестировали сетку EMA Ribbon на недельке как поддержку. У нас очень красивая картина здесь для того, чтобы продолжить ралли. Тем не менее, в краткосроке, что мы видим, мы видим коррекцию сейчас, коррекционное движение к сетке EMA Ribbon, которое находится как раз на уровне 27900-26700, вот туда. И это все сходится с тем, что индекс доллара, друзья, давайте посмотрим на индекс доллара. Индекс доллара на самом деле рисует очень нехорошую картину для лонгистов по рынкам, потому что, смотрите, у него тройное дно здесь, тройная зеленая точка и ложный закол вниз. В общем, это похоже на то, что мы видим сейчас отскок, коррекционный отскок, но хочу вас успокоить, в долгую все выглядит как раз плохо по индексу доллара. Обратите внимание, опять же, разница таймфреймов, друзья. Сетка EMA Ribbon развернулась в медвежью сторону, мы ее тестируем как сопротивление, потенциально сейчас будем тестировать. И money flow, посмотрите на money flow, в долгую он угасает, зеленый money flow заканчивается. И по индексу доллара, друзья, я жду лично красную волну money flow, как это было вот здесь. И вот когда будет вторая волна снижения по индексу доллара, даже если мы сейчас пробьем вот это сопротивление, что может быть, кстати, легко. Когда мы увидим вторую волну снижения индекса доллара, DXY, ребята, я думаю, вот там, где обычно статистически происходит уже ралли у фондового рынка и у крипты сильное. Потому что первая волна, это, как правило, разворотная такая консолидация, боковая история. Короче говоря, самые иксы находятся вот здесь. То есть, если эта штука будет падать, соответственно, все валюты, активы и прочее дерьмецо будут расти. Но, опять же, ничего не гарантировано. Но мы уже видим, что фондовый рынок отрос на новые хаи, в том числе, например, Nvidia. Да и S&P уже тоже практически подбирается к своему all-time high, как и Nasdaq, друзья. Поэтому очень странно, очень странно, что биткоин все еще не хотя бы 50 тысяч долларов, ребята. Поэтому, что я вам хочу сказать. Накапливаем альткоины, стараемся не лосить. Не забываем добавиться в нашу команду на WSOT, крупнейшем турнире по трейдингу на лучшей бирже Bybit. Чуваки, через 5 дней начала соревнования у нас уже 167 тысяч, хотел сказать. 167 участников в команде. Добавляйтесь обязательно по ссылочке из описания. По позициям гринни, друзья, я вышел, я вышел, но это только касаемо моих трейдерских, спекулятивных, деривативных счетов. Мне, во-первых, надо было выводить кэш. Я выводил кэш, я вышел, но я перезайду очень-очень скоро на самом деле, потому что я жду какую-то точку входа в рынок. Здесь или чуть ниже. Я думаю, она будет буквально ближайшую неделю-две, судя по DXY. И я думаю, что там расти ему дольше уже некуда. Напишите в комментариях, что вы думаете сами по поводу рынка, будет To The Moon или нет. Еще раз я говорю, мой основной сценарий, что сейчас будет небольшая коррекция. Возможно даже с тем заколом ниже вот этого low, но вряд ли, честно говоря. Не ожидаю закола ниже этого low, но он может произойти. Но вот потом я жду сильное движение биткоина наверх. Возможно, что эта коррекция уже подходит к концу и сильное движение начнется сейчас. Поэтому, друзья, ставьте лайки, стопы, тейки. Спасибо, что смотрите всем профитролей. Подписывайтесь на канал. Скоро у нас выйдет свежее интервью Герри Генслера с Bloomberg касаемо регуляции криптовалют. Так что обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. Всем профитролей. Накапливаем в долгую крипту и участвуем в состязании на Бобит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok